Путин упоминается, по-моему, больше, чем слово допинг. Значит, что, нездоровая нация? Он будет киберспортом заниматься с утра до вечера? Да, конечно, отлично, мы его сделали видом спорта, давайте все киберспортом теперь заниматься. Хотелось хайпануть. Добрый вечер, мы завершаем сегодня выпуск проекта по олимпийским чемпионкам и чемпионам нашего города, по славе нашего города, по людям, которые создавали его спортивную честь, его спортивную славу, и поэтому не случайный выбор гостя Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, достигшая успехов в различных направлениях, как в спорте, так и по завершении карьеры, тем интереснее, хотя мы беседуем в не самые простые для нашего спорта, мягко говоря, дни, но именно, что называется, не выбирают. Вернемся в 2006 год, все-таки для вас это была уже четвертая олимпиада. Пятая даже. Даже пятая. После неудач в Нагана и Сотлэк-Сити вы даже хотели завершить карьеру. Кто отговорил вас? Я бы не скажу, что хотела завершить карьеру, просто я была девочка взрослая, 34 года, и, ну, хотелось семью, детей рожать, как-то это совершенно нормальное желание женщины. Конечно, конечно, это мешало, спорт не может этому не мешать, потому что, ну, я не очень хотела насильно долго оставлять, например, того же ребенка, поэтому у меня было понимание, что надо как-то это разделить, сначала добиться результатов, а потом уже все остальное. Результатов не получалось. Ну, результатов не получалось, поэтому пока их не получалось, ну, я же думала, что я достигну результатов, и тогда все хорошо складывается, но их то одно, то второе, то коньки появились, то что там не сложилось в Солк-Лэк-Сити по разным причинам, и все, не забывалась эта мечта. И, кстати, самый лучший мой результат получал, что я показала практически на первой своей Олимпиаде, в 1994 году, и могла, кстати, еще даже на Олимпиаде в Альбервилле участвовать, где я была в списках сборной и поехала по политическим моментам, как я говорю, потому что она должна была быть большая представленная команда СНГ, а я была из российской части, и меня тогда не взяли на Олимпиаду. Да, ну да, там все, кто был ниже первого места из российской территории, их, честно говоря, просто отцепили, а взяли спортсменов СНГ, чтобы такая была полная команда. Поэтому, в общем, тогда в 19 лет я на Олимпиаду не попала, но, несомненно, у меня было еще потом 4 Олимпиады, на которых я участвовала. И я бросать не собиралась, пока не выполню свои планы. Причем, больше скажу, я же после Олимпиады в Соколоксите думала перейти в легкую атлетику. Поэтому, в общем-то, да, у меня не было там планов бросать. Бросать планы у меня только были в юном возрасте. В коммерческом спорте у вас была специализация 500 и 1000 метров. В легкую атлетику куда вы хотели уйти? Скорее всего, я бы ушла в прыжки, в тройной прыжок. Я прыгала очень хорошо, реально у меня были очень хорошие результаты. Но я даже на чемпионате города здесь, в Петербурге, бежала из 12 и занимала третье место. А почему не ушли? Почему легкую атлетику не ушла? Потому что у меня было условие сначала в своем любимом виде спорта абсолютно, которым я занимаюсь столько лет, завоевать какую-нибудь медаль. То есть, я, кстати, об Соколоксите завоевала бронзу, например, или другого достоинства медаль. Скорее всего, может быть, я бы закончила. Но так как там не было медали, а там было очень близко к медали, там была шестая. Поэтому в этом смысле мне, ну, в общем, было еще желание дальше продолжить. Ну, вы все-таки родили первого ребенка после Олимпиады в Сотлэйк-Сити. И ради Олимпиады в Турине вам пришлось сбросить, я считал, 15 килограмм. Поделитесь секретом диеты от олимпийской чемпионки. Он самый примитивный и простой. Много заниматься спортом не есть после шести. А хочется же. И мне кажется, что как раз все, кто хочет похудеть, прекрасно это знают. Вот и все. А как все? Ну, легко сказать, не есть после шести. Я как-то с вами заскучал. Да. Ну, это легко, мне кажется. На самом деле это легко. Вас не насторожили первые результаты после возвращения на дорогу? Я как раз через два месяца после возвращения стала чемпионкой России. И меня как раз это расстроило тогда. Потому что я подумала, что, слушайте, я пропустила столько времени. Меня не было 19 месяцев. Я очень ответственная мама. Я спокойно ходила беременность, не тренировалась. Я потом кормила ребенка, не тренировалась. То есть 19 месяцев практически вне тренировок. Ну, можно сказать, что чуть-чуть какие-то кроссы, но даже я их не считаю так для здоровья. А как вы поняли, что можно уходить тренироваться, оставлять ребенка? В какой момент? Как вы это поняли? Ну, у меня все. Десятый месяц. Я подумала, что надо возвращаться уже к тренировкам. Ребенка с бабушкой? С сестрой, с бабушкой. И вы знаете, самое удивительное, может быть, я своим примером показала, что женщина, которая долго кормит и заботится о ребенке, она ничего не теряет. Она, наоборот, разгоняет свой организм. Он выходит на какой-то фантастический уровень без всяких допингов и так далее, что сейчас актуально, за счет того, что ты работаешь на двоих. Ну, то есть, как бы ты же мать, и Бог дал женщине в этот момент дополнительные силы. И когда я вернулась в спорт, и вот так худела, и когда при тренировке у меня были, а мне, представляете, снова с нуля начинать, я понимала, что я фантастически восстанавливаюсь. Я могу любую нагрузку терпеть. Да, у меня все болит, мне тяжело где-то, но организм просто работает за двоих. А почему тогда руководство СССР уговорило вас завершить карьеру? Слушай, ну, приходит тетка. Вот с такой вот, значит, красивый. То есть, тетка показывает результат? Ну, им же нужен был мировой уровень, им же нужно было, чтобы я была на мировом уровне первая, а я первые кубки мира демонстрирую, но понятно, что не первые места. У меня там какая-то... Делать не мило. Во-первых, надо же понимать, что у меня же не было рейтинга, и я, когда побежала первые старты, я бежала в группе «Б». И только к концу сезона, последним стартом в Хиренвейне, я как раз выигрываю группу «Б». Это какой год? Это был 2005. Получилось, что в конце сезона я уже перешла в группу «А». Ну, вы поехали на чемпионат мира. Из группы «Б». Вот смотрите, потом прошло лето, все лето я тренировалась. И даже, скажем так, я в конце сезона, вот этого первого своего пробного, там, можно сказать, было 5 месяцев моих тренировок, я для себя поставила цель. Какой результат я покажу в конце сезона, чтобы понимать, насколько я еще могу вернуться не просто в хорошую спортивную форму, а быть выше, чем когда я уходила из спорта. И я понимаю, что если я к этому результату подхожу, ну, у нас все объективно. Мы же не в футбол играем, у нас от соперников и от твоих коллег по команде не зависит твой результат. Ну, результат, у них зависит, у нас не зависит, зависит только от тебя. Если ты какие-то цели, себе планы ставишь по рэперным точкам, если ты дошел до этого результата вот в этот месяц, в принципе, у тебя есть надежда, например, выиграть Олимпиаду ровно через год. Но вы же были только 22-й на Чемпионате мира в 2005 году. Я про это говорю, что у меня результаты были не очень хорошие. Так а вот такой результат не выиграл, как приговор? Нет, ну, на Чемпионате России, это я как раз уже в конце сезона показала последним стартом, очень хороший результат, и было видно, что я расту. Потому что Чемпионат мира-то был в начале года, а этот-то уже был конец марта, и за три месяца это было, ох, какой путь-то уже преодолело. А когда начался сезон, я начала с 18-х мест, а к декабрю-то я уже выиграла Кубок мира. То есть прогресс. Ну, сумасшедший прогресс. У меня за месяц был прогресс, когда все смотрели, понимали, что всё, она идёт как локомотив. А в Турин вы всё-таки ехали просто за медалью или за золото? За золото. Ну, потому что я Чемпионат мира выиграла в Херемене. Сначала я выиграла Кубок мира в Инселе, причём выиграла тысячу. Беда на Чемпионат мира через ещё три недели. Выигрываю Чемпионат мира по спринтерскому многоборью, и опять там выигрываю тысячу. А, говоришь, это плохая примета перед Олимпиадой. У меня приметы всё хорошие. Я даже волосы покрасила и завила их, и сделала прическу перед тем, как бежать. Мне все говорили, что это плохая примета. Я сказала, это хорошая примета. Если мне кто-то скажет, что красиво и выходить на старт – это плохо, пусть, в общем, скажут, что это неправильно. Но это было правильно. Видите, примета показывает правильно. Я интересно узнал, что вы ради успешного выступления в Турине даже забрали у сына любимую игрушку, вот такую плюшевую мишку. Там игрушка и дополнительный чебурашка. То есть всё шло в ход? Наверное, в тот момент всё шло в ход, потому что каждый спортсмен, он же суверен где-то, особенно в такие ключевые моменты. Мы верим во всё, что угодно, да, и в чудо. Первая мысль после финиша – ну, наконец, это случилось. Да, я так думаю, что… Ну, вы знаете, первая мысль у меня была, почему я вторая. Посмотрела на одно табло, посмотрела на второе табло, и как раз мы недооценили, что после нас кто-то до нас мог пробежать быстрее, да, а оказалось, что она там буквально нескольких сотых выиграла одна из китаянок, которая третье место заняла, но она не вступала с нами в борьбу, она просто… Она выиграла вторую занятию. Да, и я смотрю, что у меня два, и поэтому у меня было недоумение, у меня было непонимание. Это все зрители запомнили. Все зрители меня в этот момент поддержали, они кричали в телевизор, они пытались, чтобы я их услышала. Ну, услышала я только зрителей на трибунах, они мне реально орали так громко, чтобы видели, что мое недоумение на лице. И тогда я уже подняла глаза на другое табло, где, конечно, увидела результат первый, а зрители, понимаете, они же уже всё, у них табло-то нарисовано. И вот это, конечно, был такой волнительный момент, но зато мир запомнил мою, вот эту картинку, мое лицо, вот этот совершенно эмоциональный момент, искренний и абсолютно такой замечательный. Вы говорили, что чемпионом мира можно стать, олимпийским чемпионом надо родиться. Что вы имели в виду? У меня такое ощущение, что вообще звание олимпийских чемпионов где-то предписано свыше, где-то в каких-то скрижалях написано, не знаю, богами Олимпа. Не зря в Древней Греции этому уделяли такое внимание, и даже практически это было идолопоклонство такое, и считали, что боги Олимпа прописывают имена олимпийских чемпионов. Мне кажется, что это сохранилось до сих пор, потому что мы знаем ряд случаев, когда чемпион мог быть многократным чемпионом мира, быть абсолютно перспективным чемпионом на олимпийских играх, он должен выиграть, и вдруг становится тот, кто реально не мог. А перед вами извинились вот те люди, которые уговарили вас завершить карьеру после такого глизула? Мы же помним эту историю даже в фильме «Чемпионы». Вот молодежь сейчас смотрит этот фильм. Там показан такой злой президент федерации. Верник его играет. У меня очень хороший был состав актеров, которые играли в моем блоке. И Верник играл такого злого президента федерации, который меня уговаривал повесить коньки на гвоздь. Для сценаристов, конечно, вот эта красивая фраза моя, «Вас там гвоздь упал», ну, типа что, как вам это? Он вообще говорил, что он локоть укусит. Но им не понравился сценарий, что значит локоть кусать. Он же не сможет его укусить. А вот «брошенный гвоздь» – это фраза более… И она была перефразирована вот таким образом сценаристами. На самом деле он, естественно, сказал, что я укушу свой локоть, если ты станешь олимпийской чемпионкой. Ты что сказал? Президент федерации сказал. И я даже обещаю, что я найду спонсора, который тебе еще доплатит какие-то там суммы призовых, потому что ты все равно не выиграешь, потому что мне не надо будут эти деньги искать. Он сказал это публично при всех, и пришлось мне потом искать деньги. Так, ну а потом, после вашего… Все, ну, случилось… Нет, потом, вы знаете, я самая удивительная, потом была даже ему благодарна, я всегда благодарна всем гадостям, которые мне в моей жизни делают, потому что они меня учат быть сильнее. И я мотивируюсь еще больше. Люди не знают эту мою, хорошую, я думаю, особенность, что если меня, наоборот, завести, он мне потом сказал, вот, если бы меня не было, ты бы ни олимпийской чемпионкой не стал. И я подумала, ведь он абсолютно прав. Если бы его в моей жизни не было, кто бы меня еще так замотивировал и разозрел? Давайте, кстати, назовем этого человека. А, Комаров Владимир, да. Как страна нас благодарила? Сколько золотая медаль тогда стоила? Тогда, ну, тогда она стоила 50 тысяч долларов, нам подарили впервые машины, мне подарили машину в Питере, соответственно, дали призовые в Петербурге, тогда Валентина Ивановна нас лично награждала. То есть, честно говоря, в общем, ну, квартиры нам сказали, уже сами покупаете, это уже раз столько у вас призовых, это, наверное, правильно. Хотя, я говорю, мне квартиру в Петербурге давали за чемпионат мира, который я выиграла в 96-м году, поэтому обижаться мне здесь тоже нет. Я одна из последних, наверное, кто вообще эту квартиру получил еще от города. А сейчас кто-то может подумать, сказать, что вот, а, вот Светлана, она осталась в коньках, чтобы выиграть медаль и получить вот деньги, квартиры, машины. Нет, ну, нет, слушайте, я вернула спор действительно, я же ведь в тот момент купила дом в долг, и я, правда, пошла еще на одну Олимпиаду, чтобы ровно вот эти 50 тысяч отдать долг за тот дом, который я построила. Поэтому в этом отношении есть доля правды. И я не думаю, что это что-то плохое. То есть, футболистам можно, а нам нельзя, что ли? Только они получают другие деньги. 50 тысяч долларов, это даже смешно говорить. Я не случайно спросил про призовые, я эту же тему поднимал в интервью с Антоном Панкрашовым. Вы не считаете, что вот такие повышенные призовые для олимпийцев, они не только раздражают остальное население, которым он живет не очень хорошо, но и немножко, так сказать, с таким стимулом для некоторых нечистых на руку спортсменов, чтобы гробить здоровье ради допинга, потому что есть ради чего рисковать. Ну, не в наших видах спорта, потому что это не те, наверное, призовые, которые, например, можно получить от спонсоров. У нас, чтобы найти спонсора, это невозможно. Но у вас не было спонсоров? У меня не было в России никогда спонсоров. У меня были голландцы. Никто к вам не приходил? У меня были голландцы. У меня не было россиян, ни одной компании, которая захотелось бы взять нас под свое крыло, или даже на меня лично, а часто бывает такое, что личные какие-то контракты. Не было никогда. Одни голландцы. Коньки такой вот, мягко говоря, очень некоммерческий вид спорта. Это может быть объяснением того, что это один из... Отсутствие дочеря? Отсутствие дочеря и олимпийский вид, потому что там разоблачение практически пальцев одной руки. Но это же деньги. А у нас даже с призовых, ну хорошо, ты выигрываешь Кубок Мира 500 долларов. Отдать тренеру 30% и 10% федерации. Сколько у тебя остается? Если все думают, что у нас еще с этих призовых, мы же еще делимся с тренерами. Потому что нет еще, может быть, ни одной федерации, где спортсмены, ну так, достаточно щепетнуты. Я, кстати, думаю, что в легкой атлетике тоже спортсмены делятся со своими тренерами с призовых. А вот Вячеслав Фетисов интересное предложение сделал по поводу премиальных от государства за медали на Олимпиадах. Он говорит, давайте так сделаем, 50% сразу, а 50% через 2-3 года, если спортсмен не попался. Думаю, это неплохое. Справедливо? Да, это неплохое предложение, честно скажу, потому что хуже того предложения, которое было, знаете, такое, что типа отбирать все, пусть вернет обратно даже через 10 лет. А вот сейчас вот Иван Ухов попался, а ему же и машину за Лондон, и деньги. И как ему отдать? Ну вот смотрите, да, в этом сложность, потому что люди, во-первых, могут к этому моменту оказаться в какой-то трудной жизненной ситуации. У них будет ситуация с здоровьем. Потому что они потратили деньги, они еще могут уехать за рубеж. И получается, что человек, который остался в стране, с него это все отберут, а тот, который уехал за рубеж, он остался молодец. Да, то есть и даже дисквалифицированный, ну и что, все прекрасно, зато он остался при деньгах. Поэтому получается, несправедливо будет по ряду причин, которые не специально уехали за границу, может там замуж вышли, женились, какие-то обстоятельства поменялись. Но они все, уехали туда, работа. У них ничего не отбирают, а человека, который здесь, у него отбирают все. Клинкобежный спорт, по сравнению с многими другими видами спорта, экономически, мягко говоря, не очень привлекателен для тех, кто им занимается. При этом это тяжелейший вид спорта. Значит, вы это прекрасно знаете, тем не менее, насколько мне известно, ваш сын Ярослав, уже довольно давно и успешно занимается коньками. Я вам говорю, как человек, который брал, вероятно, первое в его жизни интервью на стадионе, боясь Ишелкова. Причем он мне сказал тогда, заметьте, под диктофон, что это не мама продавила это решение, что это было ему... Да, мама пример бесспорно, но решение заниматься коньками, он очень горд, как я понимаю, он личный, никаким, так сказать, никого ничего не спрашивал. Ну, первоначально я все-таки сказала, пойдем на стадион, ты посмотришь, потому что он занимался другими видами спорта, в том числе папиным видом, и теннисом, и немножко футболом, и плаванием, и тейквондон, между прочим, и как-то вот все у него это... Ну, мне видно было, что не то. И я ему сказала, Ярослав, давай просто попробуем, потому что ты феноменально катаешься на роликах. Он с трех лет катался на роликах, как бог. Я вообще не видела, чтобы дети так катались. Я говорю, ты смотри, как у тебя получается. Давай-ка, ну, попробуй на конючках. Один с ли это ему было, он очень поздно начал коньками заниматься. И он пришел, и он смотрит, что он поехал сразу. И вот тут его, конечно, ему это все понравилось. Потом он понимает, что у него идет фантастический рост, что он там, нет, он не выигрывал от первых мест, там у него прям не было. Сейчас это исключительно его желание. Он этим болеет, он этим переживает. И какой сейчас результат? Вот сегодня он пробежал 37-6, вот ему только исполнено 16 лет. Это очень хороший результат. На 500-ки? Да, на 500-ки, да, на равнине. Это очень хороший результат и для мирового даже рейтинга. Но, в общем, как-то ему это все очень нравится. Мне нравится, как он анализирует. Он молодец, он не делает бездумно. Он анализирует, он понимает, что он делает, он осознает. Вот это мне нравится. А когда вы поняли, что вот все, уже можете пойти в Думу, вы созрели для этого? А у меня же не было вариантов сильно созревать к этому. У меня просто, я сразу стала депутатом законодательного собрания Ленинградской области после окончания карьеры. Ну, практически там. Я же после Олимпиады, войдя в заявочный комитет в Сочи, очень много публично выступала. Легко, свободно, все это увидели. Мы тоже сейчас увидели. Говорящих спортсменов, которые могут объяснить, рассказать, сказать свое мнение, экспертное мнение в том числе. Да еще и с проектами. А у меня на тот момент появились свои личные проекты, интересные. И в партии я их реализовывала. Ты был и лучший детский тренер, и урок физкультуры 21 века. И там ряд еще других проектов, именно спортивных, ярких, красивых. И, в общем, все это заметили и сказали, что, ну, наверное, региональный уровень уже для тебя маловат, давай на федеральный. И вот тут, в общем, получилось, что мне сразу предложили идти в Государственную Думу после полугода, как я была депутатом законодательного собрания здесь в Ленинградской области. Я, кстати, возглавляла комитет по спорту как раз в региональном парламенте. Уже поработав и законодательной стезе, на законодательной стезе, я внесла тогда законопроект, который как раз внес социальную, такое важное изменение. Это доплаты как раз заслуженным тренером и спортсменам к пенсии. В общем, еще денежка дополнительная. Когда еще тогда это было, новаторство был Петербург, было еще буквально 2-3 региона. И до сих пор, кстати, их осталось не так много, кто оставил у себя эту доплату. И вот многие... Ну, как-то вот, да, не все субъекты, к сожалению, могут себе это позволить. Поэтому такая практика буквально в нескольких регионах, и это люди с откликом относятся. Вы голосовали за повышение пенсионного возраста. Можете вот коротко сформулировать, почему? Почему? Ну, несомненно, во-первых, это тенденция там всего мира. И мы к этому придем... Ну, хорошо, пришли мы сейчас, и мы взяли на себя эту ответственность и оказались, наверное, подвергнутыми критике, нападкам. Хотя, ну, хорошо, будет это еще и через некоторое время, и другие коллеги столкнутся с тем же. Потому что это априори 100% должно случиться в любой стране, и это случается в каждой стране. Поэтому тут вопрос такой очень... Например, те же госслужащие, теперь вот молодежь будет возмущаться, что они так долго там сидят, не отступают нам места. Это такая неоднозначная тема-то получается. Давайте-ка вспомним еще одну Олимпиаду, которая сыграла в вашей жизни роль, вероятно, не меньшую, нежели Туринская. Сочи, которую вы начали с заявочного комитета вот с первых дней. Да. Как только слово «Сочи» вошло в олимпийский обиход. И до мэра Олимпийской деревни. Я вообще всегда говорила, что это моя еще одна олимпийская медаль. Я просто когда увидела, когда Жак Роги повернул этот конвертик, открыл и повернул надпись «Сочи», вот у меня была в этот момент не меньше вот эта эйфория, чем от выигрыша золотой медали на Олимпиаде в Турине. Вот правда, вот этот вот волнительный совершенно момент, эмоциональный, когда мы год почти на… Ну, год, да, я год отработала на заявку, даже чуть больше. В итоге я участвовала в финальной презентации. Мы с Женей Плющенко в паре выступали, значит, за то, какой будет наша прекрасная олимпийская… Три наши олимпийские деревни, как он был комфортно спортсменом. И потом в финале было радостно, что мне доверили, ладно, вести эту тему в заявочном комитете. Я выступала перед оценочной комиссией, а это было серьезное выступление, побольше, чем вот в этой презентации финальной. Все-таки там был большой доклад, ответы на вопросы. И, в общем, нужно было этим экспертам, которые понимали, что этой деревни еще нет, мы тут на картинках что-то показываем, пальчиками объясняем, все вот этим заразить, реально зацепить, и чтобы они уехали и составили нормальный доклад, что, кстати, и было в итоге. В итоге о нас был очень хороший доклад. И, кстати, у нас на тот момент у одних был снег, потому что в тот год у Зальцбурга все растаяло, не было снега, когда приехали в феврале месяце в Кенчанге, тем более не было. И тут они приезжают в Сочи и просто все, в снегу. Погода за нас. Мы были, мы просто говорим, это же надо-то было, кто же помолился, ну мы знаем, кто, этому Богу, чтобы все так получилось. Ну вот, и поэтому, конечно, вот это все было так волнительно и здорово, и потом весь этот период подготовки к Сочи я, во-первых, была автором закона, олимпийского закона. Я была зампредом Госдумы и курировала полностью тему. И все вот это все четырехлетие до Олимпиады, вот я была куратором этого закона. Это важно. Это было не только про олимпийский объект, это вообще было про изменения земельного кодекса, налогового. Ну много-много те же там визовые режимы, которые были новаторскими законами в принципе, потому что это был пакетный закон, куда вносили изменения в разное законодательство. Поэтому в этом смысле мне досталось еще и с законами поработать в рамках Олимпиады, в рамках вот этих вот наших спортивных всех тем. Потому что потом было легче значительно принимать также закон по футболу, по универсиаде, кстати, по универсиаде в Казани тоже я курировала законодательство, касающееся тогда универсиады. Поэтому в этом отношении вот пришлось классно. И плюс уже апофеоз всего наговорила, наобещала, нести ответственности, будешь теперь мэром Олимпийской деревни. И мне было вот действительно очень приятно, когда приезжали люди, благодарили, они видели, что у нас здорово, что у нас прекрасно все. А были какие-то нелепые претензии от спортсменов? Были нелепые претензии, а они всегда есть на Олимпиаде по незнанию. Какие, например? По незнанию. Ну было несколько. Вот одна из них была, ну, например, команда, когда очень хороший шеф Демиссион, который уже не первый раз приезжает на Олимпиаду, шеф миссии спортивной, который знает, что надо за минимум год приехать в оргкомитет и договориться, как будут жить твои спортсмены. Ты должен посмотреть план, ты должен выбрать, какие у них будут комнаты, где будет стоять телевизор. Если он нужен дополнительный, ты должен оплатить заранее этот телевизор, компьютер, тренажер. То есть есть набор, моком, абсолютно стандартный, сколько должно быть того и всего этого. Что ты хочешь свыше, это оплачивает отдельно страна, заранее оргкомитету переводя деньги. И все поставят там, где ты скажешь. Кто-то не оплатил? Кто-то увидел у других и сказал, почему нет у нас. Надо понимать. И когда англичане это сделали феноменально, здорово, и все видели, как у них в окнах стоит там велотренажер или какая-то беговая дорожка, и на ней бегают спортсмены, и посчитали, что русские этим дали больше, а этим дали меньше. И понятно, что они на первых организационных собраниях попытались возмутиться, но это или шеф Безмион первый раз, и спортсмены, которые это увидели, тоже на Олимпиадах не были и не знают этих нюансов. Или там был случай, знаете, с канадской олимпийской чемпионкой Бобслисткой, которая устроила в интернете нам травлю, она взяла на улице, в шапочке, значит, сфотографировалась в бассейне, ну, в бочке. Не в бочке, а в мусорном бочке, если честно. Она в нем сфотографировалась. Сфотографировалась, да, и написала, что русские мне не предоставили душ. То есть мне негде помыться, нет ни ванны, ни душа, я вот такая грязная, хожу, значит, вся зачморенная, вот такая вот ужасная и так далее. Реально народ поверил в эту чушь. Что ты захотел поверить? Соответственно, я увидела это, прошла, поснимала, посмотрела, что происходит, а что это было? Это абсолютно терапевтическая процедура, которую очень любят делать. Ледяная, да? Да, это любят делать регбисты, бобслисты, там, часть, я знаю, футболисты иногда любят. Когда ты вот так вот заходишь в бочок, он же легкий, мусорный бочок, в него насыпается лед, холодная вода, и ты вот так вот стоишь в нем, потому что в ванной ты так не встанешь, потому что замерзнут части, которые не должны мерзнуть. Вот так стоишь, и ноги охлаждаются, это такое крео-ванна, и она ее принимала. Но ей хотелось хайпануть, и она вот таким образом реально решила, да, так как там про туалеты двойные и так далее, когда еще просто перегородку не поставили, не закрыли люди туалет перегородкой. Тоже вот скандал, о, двойной туалет и так далее. Ну, раньше времени люди зашли в помещение, в котором не предназначалось вообще им находиться. Ну, хайпанули, поприкалывались, пофотографировались. Потом приходят через неделю, его нету, все же бегали, искали эти двойные туалеты, найти не могли. Потому что все доделали нормально, поставили перегородки и все. У нас была уже летняя олимпиада в Москве 80, зимняя олимпиада в Сочи, 14-й год. Как вы думаете, доведется при нашей жизни еще какую-нибудь олимпиаду принять? Может, кто-то с нами захочет совместно провести? Петербург, я говорю. Да, например, Петербург, Хельсинки. Эта идея витает достаточно так хорошо в воздухе. Да и летняя и зимняя можно, я думаю. Ну, не Хельсинки, Финляндия, Петербург. Но понятно, что нужно менять серьезно будет правила МОКО по удаленности спортивных объектов. Потому что даже сейчас на Олимпиаде в Пекине, вот я была в Оргкомитете буквально на днях и видела вот этот план, они же из-за этого строят скоростную дорогу. Потому что понятно, что в Пекине гор нет. Вы же заметьте, что сейчас даже Олимпиада в Лос-Анджелесе и в Париже, все кандидаты отказались. Потому что никто больше не готов вот такие жесткие требования выполнять МОКО по одной стране, по очень компактности всех объектов. Это же очень тяжело. И это тяжело для легоси, для наследия, для дальнейшего применения этих объектов. Все они сконцентрированы, все в одном парке, к примеру. Это же для спортсменов, несомненно, удобно. Но для развития спорта в целом в стране не очень удобно. Ну, в Сочи вроде сейчас немножко так не простая. Да, ну и в Сочи переформатировали объекты. И китайцы вот даже сейчас, например, они на объектах летней Олимпиады, которые у них оказались невостребованы, переделывают их под зимние. Ну, например, тот же керлинговый центр, это бывший бассейн. А когда вы видите самый ближайший год, когда мы можем претендовать на Олимпиады? И вообще реально ли сейчас сложились ситуации, когда нас все костерят? Это политически нам просто никто не даст. Ну, а если все откажутся, желающих-то много нет. А вы думаете, от чемпионатов мира не отказываются? Или от фигурного катания, а гран-при? Вы вспомните, как отказались тогда? Чемпионат мира это был, помните, была страшная катастрофа. Цунами накрыла в Японии. И мы за буквально там практически месяц приняли у себя в Москве, феноменально провели. ИСУ было просто безумно довольна. Они знают, что Россия, особенно вот эти ледовые виды спорта, вот они завтра нам скажи, мы завтра проведем. У нас никаких проблем нет. И, кстати, к ИСУ в этом смысле, как с допинга, так всего, претензии к нашей федерации предъявить крайне сложно. Я не знаю, как они будут себя чувствовать сейчас, если вот те набор рекомендаций, которые дала комиссия по соответствию, придется им выполнять как международным федерациям. Это запрет на международное проведение соревнований в России. Потому что, например, ИСУ совершенно в этом не заинтересованы. И у них спортсменов от России, которые попали в тот или иной скандал лопинговый, их там единицы. И даже к этому-то сказать нам, ребята, извините, мы не можем, у вас коллективная ответственность, вы будете тоже не принимать соревнования, как и все остальные виды спорта. Сказал тот же Ганус, да, сказал фразу. Вот то, что сейчас происходит в России, это в угоду каких-то там спортсменов, которые ушли во власть. Тут же начинается эссенация. А про кого он хотел сказать? Это кто? И давай перечислять всех. Ну, вы, наверное, в этом списке должны быть. Конечно. Как я в этот список попала? Вопрос, потому что я вообще в шестом году закончила. В России не тренировалась в принципе. Ни одной пробы, кроме на чемпионате России, в России не сдавала. Все были пробы только за рубежом. Их можно поднять, проверить и, ну, даже смешно думать, что если я вчера сдала в Голландии или там в Канаде, а через неделю бегу в России, а опять через неделю у меня опять в Голландии, ну, явно, что тут допинг никакой не применишь. А тем более на чемпионате России мне вообще его не надо применять. Я и так первая, у меня смысла нет его кушать. И предъявлять, что там я в этом списке, Ищенко в этом списке, там Саша Попов. В общем, всех замесили в одну кучу. Потому что журналисты же сразу решили, а что он имел в виду? Кого он имел в виду? Кто этот человек, ради которого все это, оказывается, сделал? Мы даже догадались. Наверное, еще Слава Фетисов, он уже смеялся. Говорит, наверное, я тоже туда подхожу. Лет 50 хранится проба, наверное. Наверное, да, с легкой атлетикой надо было, может быть, как-то жестко применять меры борьбы с этим всем злом. Потому что мы знаем, что, конечно, в легкой атлетике это там было больше, наверное, чем у кого-либо. Но единственный момент, что Западу не было интересна эта тема до того момента, пока они не зацепили, что есть хоть какая-то... А Запада у кого умеет? Ну, вот я не знаю, я же не знаю, кто там точно против нас какую-то ведет такую борьбу. Ну, то есть, пусть будет Запад, в целом мировое сообщество, которое хочет дискредитировать Россию как страну. Вот агрессор там... То есть, заметьте, ведь пока не случилось у Украины, этого ничего не было. Вообще. Им было неинтересно, пока были индивидуальные проблемы. Вот человек съел допинг, его поймали, он вместе с тренером разоблачил. Поэтому им неинтересно, потому что тогда это есть у всех. У всех есть эти проблемы. И знаете, вот правда, допинг коллективно никто раздавать не будет. Это сейчас мир коммуникации, мир зависти. Когда люди, спортсмены соревнуются не только со спортсменами на Западе, они же соревнуются с коллегами по команде. Что он не сдаст своего с касседа. Ну, это что же все? Ну, правда. Никто, я говорю, допинг едят под подушкой. Никто его не раздает. И никто никогда не будет ни в одной стране его раздавать. Это всегда все тихо, втихаря, чтобы никто не знал. Вы поймете сейчас, например, Марии Лосицкене, если она перестрахуется и, грубо говоря, будет выступать не от России на Олимпиаде? Она уже, я насколько знаю, она уже протестовала это. И я тоже была удивлена этому заявлению. СМИ перед ней извинились. Она, оказывается, этого не говорила и не собиралась никуда уезжать. Ее неправильно интерпретировали. Она сказала, что я буду тренироваться за границей, чтобы ко мне не было претензий. Вот как я сейчас говорю, я совершенно уверенностью могу сказать, тренируюсь за границей. То есть вариант как клишин, который у нас воняет. Я совершенно чиста для Запада оказываюсь. Ну, то есть это нонсенс, это, конечно, глупость. Но выходит, что спортсменов понуждают к тому, чтобы все деньги они увозили туда. Чтобы эти деньги на подготовку спортсменов оставались не внутри страны. Опять же, это опять такой нюанс. Второй нюанс, я говорю, что, вот знаете, если бы кто-то рисовал стратегический план какого-нибудь Алана, да, помните? Которого там, как надо уничтожить Россию, там хаос, чтобы было и так далее. То, вот первое, это лёгкая атлетика, потому что сразу убиваются в медалоёмкий вид спорта, и дети в него не идут. А мы знаем, что сейчас отток детей катастрофический из лёгкой атлетики. Отток тренеров и кадров катастрофический. Родители боятся, не хотят. Они говорят, у меня ребёнок талантливый, там и денег-то особо нет. Боятся, что ребёнка будут пичкать допингом? Пичкать допингом? Всё, уже у всех стереотип сейчас складывается на годы. Чтобы потом это перебить. То есть, если мы говорим про стратегию борьбы с нашей возможностью, чтобы флаг России поднимался на всех соревнованиях. Это первое, лёгкая атлетика. Второе, чтобы спортсмены зарезонировали и начали убегать в другие страны. Это раскалывает общество. Потому что одни будут говорить, ну как же, действительно, он тренировался всю жизнь. Но если есть возможность, пусть едет, пусть туда выступает. Но мы будем знать, что он россиянин, что он наш родной. Медаль-то принесёт. Но принесёт в другой стране. Это расколет общество. Потому что одни будут говорить, да, это молодец. А вы на чей стороне понимаете, как бывшая спортсменка, вот, таких, кто уезжает? Я бы не смогла. Но это дело каждого. Я не могу никого осуждать. Я не могу осуждать. Ну, правда. То есть, если, например, мы говорим о том, что да, всё, спортсмены за бан у них, да, там, блокируют их на 8, на 4 года. То есть, дети понимают, что им стремиться к Олимпиаде уже нет смысла. Они не выступают на Олимпиадах, всё. Смысла нет заниматься. Смысла нет заниматься. Значит, что, для здоровья? Где здоровье? Здоровье без высшего их достижения и стремления ребёнка к каким-то таким более высоким, ну, материям, каким-то мечтам. Он не будет и вообще спортом заниматься, возможно. Да, тоже, это такой момент, он тонкий. Значит, что, нездоровая нация? Он будет киберспортом заниматься с утра до вечера? Да, конечно, отлично, мы его сделали видом спорта. Давайте все киберспортом теперь заниматься. Что происходит на чемпионате мира по футболу, например? Слушайте, нам рассказывали, что в России, ну, просто катастрофа, ужас ужасный. А тут красота. Да, и в Петербурге как принимали, и в других городах, и в Москве, да, вот эти Никольские улицы, эти гуляния. Помимо самой организации чемпионата, как всё было распределено, как работали волонтёры. Люди сюда приезжали просто потусить уже. Даже, ладно, не пойду на соревнования, приеду хотя бы погуляю, потому что это какое-то фантастическое событие. Я знаю, кстати, большое количество туристов. Четыре года под запретом. Четыре года? Не год, не два. Так потому что увидели, что на фоне того, что показывают про Россию, как агрессора, как страну, у которой там катастрофа какая-то происходит. А тут вот совсем всё по-другому. И не только спорт является проводником. Значит, надо что? Проводник накрыть. Перерезать его надо. Каким образом? Надо вот это всё творить, то, что сейчас творится. Да, мы дали повод, давайте говорить. Но сказать, почему президент, он лично заинтересован, потому что его лично пытаются в этот замес замешать. И сказать, что он чуть ли не таблетку каждому спортсмену давал. Но это же абсолютный бред. Потому что даже в любом интервью, когда пишут про нашу страну, Путин упоминается, по-моему, больше, чем слово допинг. Ну вот если посмотреть какую-нибудь иностранную прессу на эту тематику, там власти Путин будет больше, чем слово допинг. Поэтому, ну это же тоже не просто так. Ну, когда такое было? Что президента Финляндии вспоминали, когда у них был скандал? Я слышал, что на вас наложили личный санкточник в Канаде, что вам запрещено. Не, ну меня не только в Канаде. Это вас как-то задевает? Оскорбляет? Или вы спокойно относитесь? Ну, я спокойно отношусь. Во-первых, вся Европа, Канада, Австралия, Новой Зеландия, ещё ряд стран. И как вы живёте с этим, что вы не можете никуда поехать? Чувствуете какую-то ущемлённость? Мне был только один момент, и приятен, и неприятен одновременно, когда меня пригласили на 125 лет празднования нашей федерации СУ. Она одна из самых древних федераций, старых федераций. И это происходило всё в Олимпийском музее, в Лазанье. И там же мне Томас Бах вручал диплом за то, что я Олимпийскому музею передала свой артефакт, значит, свой беговой конгобежный комбинезон. Чтобы он там был, мне хотелось, чтобы там была Россия, честно скажу. Может быть, это неправильно, но даже мне сказали, зачем ты отдала свой беговой комбинезон туда? А мне хотелось, чтобы там был наш красный комбинезон, чтобы они все видели, что Россия тоже выигрывает, и вот вам, пожалуйста. И мне за это был диплом специально представлен Бахом, за то, что я, значит, так жертвую музею. Всё это должна была получить, а я в санкциях. Я не могу приехать даже туда, где Пьер де Кубертен, где дух Олимпиады. И это очень долго Швейцария решалась, в итоге она мне дала четырёхдневную национальную визу, и я поехала. Потому что они оказались выше всего этого, честно скажу. Вот сейчас я езжу на ПАСЭ, мне дают личное разрешение, ноту, разрешающую мне въезд на определённое время, только на ровно заседание парламентской ассамблеи. Это меня никак не тяготит. А вы узнавали, что вы должны сделать, чтобы санкции отменили? Я ничего не смогу сделать. Мы должны вернуть Крым. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа